Хотя пусть расскажут, в двух шагах, не все узнают. Многослужили его, молодец, хорошо, быстро освоили, или нет. По традиции я понимаю изменения кинематики, рассматриваемых мезонов. То есть они выходят за массовую поверхность и приобретают поперечный импульс. А так разве нет поперечного импульса? Ну, это такое феноменологическое понимание реджизации. Есть еще высокотеоретическое, из квантовой теории Поля, термин реджизация. Геллманн с отоварищами в 1964 году в квантовой электродинамике впервые его применили. Ну ладно. Вот надо выучить, что нуле защищалось бы, представляло диссерт на трёховых вопросов. Она его уже задавала. Она его уже задавала. Вот садзива тоже вот не отмечена. Ну, когда мы будем манией, считаем, конечно. К ней, Крамер, там, вот приводили ссылки на эту работу. Если вы имеете в виду подход реджизованной квантовой хромодинамики, ну, это бы ФКЛ, Борисский Липатов, Кураев, Базин. Ну, вот Липатов, ну, я не знаю, классик этого подхода, наш отечественный. Ну, есть ещё на Западе два-три человека очень известные. Бартелл. Да, Бартелл, да, значит, Германия. Ну, то есть, вообще, то есть, это не то, чтобы мейнстрим квантовой хромодинамики, да? Значит, ну, в этом подходе решается ряд проблем, которые в стандартной КХД и коллинеарной импорторной модели, значит, требуют очень трудоёмких расчётов. В следующем и в следующем за следующем порядках вычисления. Вот. А здесь многие проблемы решаются, вот, в Бордновском приближении. В первом порядке. Да. Она была и создана таким образом. Я с вами спросил, а вот верегистируют какие-то вычисления, они не были сделаны для этого процесса? Нет, они сделаны, да, сравнение с НЛО-расчётами стандартными здесь не приведено. Да. Ну, это недостаток, но мы рассчитывали на 15 минут. И, как бы, всего сказать было бы нельзя. Да, да, да. Да, вот последняя деятельность Ивана Николаевича, вот, да, вот он, Рожезова, это другие. Но мы до этого еще не были. Да, да.